Всем доброе утро! Сегодня у нас начинается цикл наших вебинаров по различным системным проблемам, с которыми анестезиологу рано или поздно придет столкнуться. Неважно, начинающий вы или опытный анестезиолог. Жизнь так устроена, что не всегда мы будем работать только с удобными, комфортными нам пациентами здоровыми, без всяких проблем, но с расширением опыта и знаний к нам будут приходить различные другие проблемы. И пациенты, соответственно, с сопутствующими заболеваниями. Сегодня мы с вами поговорим про анестезиологическое сопровождение пациентов с хронической болезнью почек. Сразу хочу сказать, что волшебной пилюли, волшебного препарата нет. Здесь будет комплексный подход, как и всегда, как и ко всем пациентам, учитывая нюансы каждого пациента. И ключевое, вебинар больше направлен на понимание проблемы и, как следствие, как мы можем на нее повлиять. То есть не просто мы делаем вот такой препарат и другой нам нельзя делать, а понимание, почему так. То есть мы развиваем наше мышление, чтобы мы могли адаптировать анестезию индивидуально под каждого пациента, несмотря на то, что у нас разрешенных препаратов не так-то и много. И переходим непосредственно к самой функции почек. Почему мы так обеспокоены нарушением функций? Почему нам это важно? Ну, во-первых, почки у нас отвечают за объем циркулирующей крови. Они очень влияют на водно-электролитный баланс, кислотно-щелочное равновесие. Безусловно, с помощью почек у нас происходит детоксикация в организме. Также регуляция осмолярности, глюконеогенез, синтез ренина и эритропоэтина. Первая часть будет немножечко такая скучная у нас, физиологически-анатомическая, наверное. И дальше мы уже перейдем к нашим непосредственным нюансам анестезии. Что вообще такое хроническая почечная недостаточность? Вообще, при хроническом течении воспалительно-пролиферативной нефропатии или же реже при хроническом течении токсического нефроза канальцев происходит выключение из функционирования или полное разрушение пораженных нефронов. Вследствие нарушения соотношения лимфа, кровотока и оттока мочи. Еще один такой триггер, почему нам нужно будет контролировать объем мочи у наших пациентов. Собственно, это объясняется повышением местного сопротивления перфузии крови и вследствие изменения тканей, застоем крови и лимфы. Из-за чего у нас будет происходить как раз-таки нарушение эффективного фильтрационного давления в клубочках и, прежде всего, снабжение клеток канальцев кислородом. Почему не допускать гипоксии у наших пациентов тоже крайне важно. Соответственно, с увеличением количества поврежденных нефронов, то есть еще называют это как сморщенная почка, вследствие саморегуляции повышается мощность фильтрации и отток мочи вне поврежденных нефронов. В то время как канальцевые процессы у этих нефронов не могут усиливаться. Именно вследствие этого снижается секреция водорода, калия и реабсорбция натрия и воды. Дальше у нас как раз будет развиваться полиурия, гиперкалиемия, почечный ацидоз и уже позднее гипонатриемия и ксикоз. Разрушение почечной ткани у нас приводит к снижению секреции гормона эритропоэтина и холикальциферола, то есть витамина D. Таким образом может развиться анемия и остеодистрофия, то есть есть еще такое понятие как остеоренальность синдрома, его тоже нужно учитывать. При разрушении более 50% нефронов скорость клубочковой фильтрации настолько снижается, что продукты обмена белков, которые выделяются мочой, задерживаются. И именно в этот период у нас будет начинаться уремея, концентрация мочевины и креатинина в плазме будет возрастать. При дальнейшем разрушении нефронов свыше 70% недостаточная фильтрация и недостаточная реабсорбция, то есть когда у нас происходит превышение мощности канальцев неповрежденных нефронов, уравновешивается с выделением воды и натрия. Минутный объем мочи и концентрация натрия в плазме остаются в норме, то есть псевдонормаурия, в то время как происходит уже прогрессирующее развитие уремии. При скорости клубочковой фильтрации на 10% ниже нормы уже возникает ольгаонурия, которая может привести уже к тяжелым симптомам уремии и гибели. Еще очень важно, несмотря на то, что анестезиологи, не анестезиологи, нефрологи, есть такая история, как ремин, ангиотензин, альдостероновая система. Это система ферментов и гормонов, которая принимает участие в регулировании артериального давления водно-электролитного баланса у млекопитающих. Это группа веществ, которые объединены. Фермент ремин, гормон ангиотензин, дальше он будет сокращен АТ, гормон альдостерон и кратко для понимания. РАС у нас повышает артериальное давление для спасения от падения артериального давления, снижая потерю воды и ионов натрия через почки. Соответственно, при избыточной активности РАС повышается артериальное давление, что лечится препаратами, которые снижают активность РАС. И при недостаточной активности РАС возникает риск смерти от падения артериального давления и избытков ионов калия. Какие же факторы у нас будут влиять на снижение почечного кровотока и скорость клубочковой фильтрации? Каждый из них мы с вами сейчас понемногу разберем. Это гиповлимия, гипотензия, гипотермия, гипокапния, констрикция почечных артериол из-за влияния препаратов стресса, боли, в целом испытывание страха у пациента. И переходим плавно к диагностике. Какой в идеале должен быть минимальный набор для всех пациентов? Общий осмотр, безусловно, помимо анализов мы все-таки лечим пациента. Анализы могут быть неплохие, но клинически наш пациент может выглядеть, мягко говоря, не готовым для операции. И наоборот. Частота сердечных сокращений и сердечный ритм, напряжение и качество пульса. Это должно быть в принципе стандартно у всех пациентов. Цвет видимых слизистых оболочек и время наполнения капилляров. Частота, глубина и характер дыхания. Ускультация органов грудной клетки, тоны сердца, дыхательные шумы, пальпация живота. Из анализов. Общий анализ крови. Биохимия крови, электролиты. Часто СДМА. Или же уже сдавали у нефролога данный анализ. Общий анализ мочи плюс соотношение белок-креатинина-мочи. Т4 ТТГ для кошек старше 6 лет. ЭХКГ, рентген, УЗИ, коагулограмма. Либо тромбоэластография, если есть такая возможность. Но коагулограмма это будет уже хорошо. И инфекции. Ну, касаемо инфекции здесь, исходя из анамнеза. То есть, либо мы их сдаем, либо мы их не сдаем. Но чаще всего, если мы говорим про анестезию, интенсивную терапию, хирургические вмешательства, пациенты к нам уже поступают либо от терапевтов, либо от нефрологов. И они уже, в принципе, преследованы на интересующей инфекции наших коллег. Также нужно оценивать наличие у пациента распространенных осложнений, почечной недостаточности, такие как гипертензия, рвота и мышечное истощение. Ко подготовке. Я понимаю, что в условиях домашних довольно сложно посчитать диурез. И владельцы зачастую не знают. Но если это товарищи такие подготовленные, которые наблюдаются у нефролога, плюс-минус они понимают, какой диурез у животного, он больше-меньше писает и так далее. Но опять же можно использовать для кошек, например, наполнитель, который не впитывается. И считать диурез за сутки. Мы же можем посчитать, либо с помощью УЗИ косвенно оценить количество мочи в мочевом пузыре, если пациент находится в стационаре, или же с помощью катетеризации и так далее. Но касаемо катетеризации, должны быть действительно весомые аргументы, чтобы катетеризировать пациента, потому что рутинно ни нефрологи, ни, в принципе, доктора сейчас не поддерживают эту историю, так как это ворота инфекции и так далее. Но ключевое, чтобы наш пациент писал. Если пациент не писает какое-то время, это тревожный звонок на дополнительную диагностику. Важно перед анестезией скорректировать гипопротеиномию, анемию, гиперкалемию и ацидоз. Касаемо отмены препаратов. Тоже довольно такой частый вопрос. Что мы отменяем, как, даем, не даем. Многие владельцы приходят и говорят, что мы сами там ничего не давали или наоборот дали. Преимущественно нам нужно отменить прием гипотензивных средств и возобновляем мы их после операции. Так как в анестезии у нас так или иначе все равно снижается артериальное давление, и гипотензивные препараты могут его еще сильнее снизить. Чего нам категорически допускать не рекомендуется. Также крайне важно нам избегать стресса и боли. По причине того, что стресс и боль у нас вызывают повышение симпатического тонуса с последующей вазконстрикцией и снижением почечного кровотока. Боль у нас вызывает выделение катехоламинов с последующей вазконстрикцией и снижением почечного кровотока. И это может усугубить дисфункцию почек. Здесь дозы, внимание, указаны стандартные. Мы делаем поправку. Чем больше у нас повреждений почек, чем пациент дольше лечится, чем у него более выраженная хроническая почечная недостаточность, тем доза ниже. В среднем мы снижаем от этих доз на 30-50% и для собак, и для кошек. Здесь даны дозы для здоровых животных. Важно делать поправку. Кому-то они действительно нужны вот такие высокие, стандартные дозы. Но в большинстве случаев мы начинаем с дозы в 50% меньше и при необходимости мы ее повышаем. Трозодон 50-100 мг на кошку, 3-10 мг на килограмм на собак. Габапентин 50-100 мг на кошку или 20-30 мг на килограмм для собак. Силио гель по инструкции. Честно говоря, с ним я была бы поосторожнее. Это прямо на случай, если животное совсем испытывает какой-то ужасный стресс. С ним вообще невозможно совладать. Невозможно дать там пероральной таблетке, можно только гель потереть. Но чаще мы его не используем, чем используем. Пиксион можно, ильтианин, молозивозилкины. Но единственное, оно то есть, то нет. Нужно смотреть, что сейчас есть в наличии с перебоями поставок. Музыка перед визитом, да. Несмотря на то, что это кажется абсурдным, но некоторых животных это действительно успокаивает. Это все под френдли подходы. Феромоны адаптил фели-вэй. Это больше, на мой взгляд, для, наверное, владельца переживательного. Когда ему кажется, что животное излишне переживает. И вообще все не так. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, зачастую переживает владелец животному по барабану. И лаванда. Лаванда успокаивает всех. Это может быть спрей, могут быть ошейники. Они безопасны и для почек, и в целом для животного. То есть здесь не передозируешь. Можно спокойно всем назначать. Касаемо дегидратации. Мы должны помнить, что наши пациенты потенциально дегидратированы. Им показаны подкожные инфузии. С внутривенными инфузиями необходимо быть осторожными. Здесь не очень подойдет история быстренько на приеме прокапать 100-200 мл. Потому что мы можем пациенту навредить таким образом. С учетом того, что у нас нарушена функция почек. Мы можем дойти так и дать около легких кардиогенного. Помним, что эти системы у нас взаимосвязаны. И может легко произойти перегрузка жидкостью. Потому что почки просто не успевают адекватно фильтровать и выводить поступающую жидкость в организм. Поэтому здесь показаны больше подкожные инфузии. Если внутривенные инфузии, то они должны быть с маленькой скоростью. Мы дальше про нее поговорим. И в условиях стационара с помощью ИПС. Итак, как раз таки переходим к инфузионной поддержке. Выбор у нас основывается на основании электролитного состава крови. Аллигурия, если у пациента, то обязателен контроль гиперкалиемии, выбор соответствующего кристаллоидного раствора. То есть мы должны выбирать растворы без калия в составе или с его просто минимальным значением. Табличка дальше будет по составу инфузионных растворов, чего сколько в них есть. Если нет аллигурии, то нам подойдут сбалансированные кристаллоидные растворы. Объем мы определяем исходя из дефицита. Не волнуйтесь, мы сейчас тоже это все разберем. И оптимальная скорость для кошек это 1,3 мл на кгч. Для собак 3,5 мл на кгч. Коллоиды мы не используем рутинно, по крайней мере, по причине того, что есть ряд статей, которые говорят о том, что они могут забивать нефрончики. И вторая история связана с тем, что при использовании коллоидов высок риск перегрузки объемом наших пациентов. Поэтому все-таки мы их оставляем на крайний случай, когда у нас нет препаратов в крови, когда у нас пациент с гипоглимией. И, например, стандартная инфузия, шоковые болюсы и так далее нам не помогли. Тогда да, конечно, это лучше, чем ничего. И в ожидании, например, тех же препаратов, компонентов крови, альбамины и так далее, окей, да. Касаемо оценки дегидратации. Помним про такое понятие, как гемоконцентрация. Это сгущение крови, которое может быть вызвано уменьшением содержания воды в плазме или увеличением количества клеточных компонентов.